Всем привет! Сегодня у меня будет очередной видео обзор о натуральной косметике. Продолжаю я знакомиться сама и попутно знакомить вас с фирмой Шоколеты. У меня уже было несколько обзорчиков, в которых я рассказывала про различные средства. Мне они в основном все нравятся. И вот я продолжаю тестировать эти средства. Ну и будет у меня еще один продукт, одно средство от фирмы Савонри. Ну давайте не буду затягивать, а начну показывать, что я купила в этот раз от фирмы Шоколета. Кто не знает и кто не смотрел предыдущие мои видео, то скажу, что это фирма, которая выпускает средства для ухода за телом, лицом, волосами, натуральные, без консервантов, красителей, парабенов и не тестирует свою продукцию на животных. Это российская компания, то есть находится на Новосибирске. Итак, сейчас покажу, что значит я купила. Две у меня, два средства для снятия косметики, для снятия макияжа, называется Шейк. Один у меня лавандовый, другой Васильковый. Брала для снятия косметики с глаз. Небольшие бутылочки в 100 миллилитров, вот с таким, сейчас покажу, стандартным таким дозатором, который выдает количество продукта именно нужное, ни много, ни мало, а столько, сколько необходимо для снятия макияжа. Оно двухфазное, эти, вернее, два средства двухфазные, перед применением их нужно взбалтывать. Ну и, естественно, наносить на ладный диск и протирать уже глаза. И все, собственно, лицо тоже можно. Что относительно вот этих продуктов? Они мне очень понравились. Они совершенно не щиплют, не раздражают глаза, ни кожу вокруг глаз, никакого жжения, покраснения глаз нету. Сказано, что вот во всяком случае лавандовое, оно смывает и в достойке макияж, но я им не пользуюсь, поэтому ничего по этому поводу сказать не могу. Но обычный макияж смывает просто на ура, замечательно. Кожа вокруг глаз увлажняет, не сушит совершенно. И что мне еще понравилось, несмотря на то, что у нее маслянистая немножко структура такой, двухфазная жидкость, которую нужно смешивать, одна из этих фаз масляная, какого-то дискомфорта и масляной пленки на глазах не остается. Обычно, если бы я пользовалась гидрофильным маслом, то мне не очень было это комфортно, потому что вот это жирное масло, оно оставалось. Здесь такого нету. Да, есть небольшое присутствие, наличие вот этого продукта на глазах, но оно не вызывает никакого дискомфорта, потому что просто дает увлажнение, смягчение кожи. Ну вот, собственно, как-то так. Что относительно запаха? Вот здесь, где васильковый шейк, запах практически не чувствуется. Очень нежный, травянистый, приятный. И, пожалуй, мне он понравился больше. Вот именно из-за запаха. Здесь лавандовый, хотя я лаванду люблю, но здесь он такой сильный, как лавандовая вода бывает. Ну, в принципе, он такой своеобразный запах, немножечко кажется, как будто протухший, что ли, водички. Но вот именно из-за этого запаха мне вот эта вода понравилась немного меньше. Вот это я уже, как видно, если использовала довольно-таки много, вот это не очень много. Но результат смывки одинаковый совершенно. Единственная разница вот в запахе. Средство, кстати, сказать, довольно-таки экономное, несмотря на небольшой объем. Следующие два продукта, которые я тоже покажу вместе, это два средства гель-пенка для интимной гигиены. Такие же маленькие бутылочки в 100 мл и точно с таким же дозатором. Одна гель-пенка с алоэ-верой и другая биофлора и обе они с пребиотиками. У одной PH4, у алоэ-верой 4 и 5. Что относительно вот этих гель-пенок? Тоже хорошо очищают кожу, не раздражают никакого жжения и зуда. Ничего они не вызвали. Ни одна, ни другая. Здесь вот у этой коричневатой, которая называется биофлора, запах такой медовый. А у этой легкий запах вот именно алоэ. Легкий, такой вот едва уловимый, очень нежный. Если выбирать, опять же, по запаху, то мне больше понравилась с алоэ. Она более, мне кажется, нежной, ненавязчивой. Ну, хотя бы даже по тому запаху. Просто я запах меда не очень сильно люблю, но вот мне захотелось взять его на пробу. И, кстати говоря, вот эта гель-пенка с алоэ, она подходит для беременных и для девочек от 8 лет. Про данную пенку, про другую, про биофлора, ничего подобного не сказано. То есть, вот это получается более универсальное. А так, обе пенки работают отлично. И по каким-то вот, ну, по чувствам, что ли, разницы никакой совершенно нету. По действию, вернее, на кожу. Следующее. Это вот такая оригинальная маска. Тоже фирма Шоколета, как я уже говорила. Французский парадокс называется. До этого у меня уже была маска Альгинатное Супер Улажнение. Она была такая голубоватая. Это уже немножко вот такой, ну, какой-то припылено-розового цвета она находится. Сейчас открою. В таком пакетике. Вот так вот она выглядит. Про Супер Улажняющую я уже рассказывала в предыдущем видео. Она давала, повторюсь, кто не смотрел, давала сумасшедшее просто действительно увлажнение. И кожа выглядела, как напитанная водой губка. Вот это вот уже, у нее эффект немножко другой. Сказано, что она способствует обновлению клеток, уменьшает количество морщин, препятствует их появлению. Обладает антиоксидантным действием, улучшает эластичность и тонус кожи, снимает отеки. Действительно улучшает эластичность, тонус кожи, отеки снимает. Не знаю по поводу количества морщин, ну, как-то не сильно я заметила, но, возможно, что-то и есть. И по поводу препятствует появлению новых или нет, ну, тоже пока, во всяком случае, однозначно сказать не могу. Хотя пользовалась ей уже на протяжении месяца, использую раз в неделю. И тут еще довольно-таки много есть. Она разводится водой, берется столовая ложка вот этого порошочка, разводится тремя ложками столовыми воды, то есть в соотношении один к трем. И разводить ее нужно довольно-таки быстро и быстро наносить на лицо, иначе она загустевает моментально просто. И нанести уже будет невозможно. Но после нанесения на лице ее оставлять на 20-30 минут и потом такой вот, ну, как маской снимать. Результат тоже очень понравился. Кожа, видно, после нее в хорошем состоянии. Тоже дает она и увлажнение, какое-то выравнивание. И вот просто хорошей, здоровой кожи. Хорошие очень масочки, что вот предыдущие, супер увлажняющие, что вот это французский парадокс. Обязательно буду пробовать другие. Там еще есть другие варианты альгинатных масок. Ну, мне очень понравилось. Следующее, что из шоколета я взяла. Взяла повторно. Это маска для кожи век. Так, вот такой в баночке. И вот так вот она выглядит. Но запах у нее такой своеобразный, специфический. Не скажу, что очень приятный, но и неприятным ее тоже не назовешь. Ну, вполне неплохой. У нее в составе картофельное пюре. Это, может сказать, основной. На втором месте она стоит вода и картофельное пюре. Вот, и, наверное, вот как-то так оно как раз и пахнет. Снимает отеки, уменьшает темные круги под глазами, разглаживает мелкие морщинки. Действительно так. И круги уменьшает, и разглаживает мелкие морщинки, и снимает отек. Конечно, там сильные темные круги она не уберет, но они станут не такие явные, не такие заметные. Вот это я, во всяком случае, по себе увидела. Хватает очень-очень надолго. Наносится она на глаза на 10-20 минут. Кожа после нее совершенно не сухая, как после некоторых бывает масок. Наоборот, она такая нежная, какая-то мягенькая, шелковистенькая. Очень классная, но беру второй раз, поэтому понятно, что она мне нравится. И последнее средство, это уже фирмы Савон, я хотела тоже показать в этом видео. Это купила на пробу твердый шампунь, вот с такой коробочки он шел. Сам он у меня уже вид потерял, но все-таки я покажу, как он выглядел. Вот он даже разломился, то есть вот такой был кругляшочек зеленого цвета. Сейчас он у меня разломился и крошится, потому что уже довольно-таки давно им пользуюсь. Что сказано, вот этот шампунь должен делать? Я его покупала из-за того, что мне сказали. Он подойдет для жирной кожи головы, для волос, которые быстро пачкаются. И уничтожает грибок на волосах, который вызывает перхоть. Вот, именно из-за этого я и взяла вот этот вот шампунь. Называется он тонус именно, твердый шампунь. Но, что хочу сказать по поводу этого шампуня. Ну, начну сначала с положительных моментов. Он прекрасно пенится, смывает отлично масляные даже маски. Промывает там, ну, со второго раза он уже промывает хорошо, отлично волосы. А волосы после него в шикарнейшем состоянии, даже без использования каких-то там бальзамов, кондиционеров. После высыхания они хорошо расчесываются. Когда мокрые, то не очень хорошо. Но, когда они высохнут, то отлично уже расчесываются вот с этим шампунем. После этого шампуня они становятся какие-то воздушные, легкие, такие вот ухоженные. Не скажу, что они пушатся, где-то что-то торчит, но мне кажется, что даже появляется какой-то объем у них. То есть состояние очень хорошее волосы, они гладкие, блестящие, прекрасно выглядят. Но, а, и, кстати говоря, по поводу жирности волос, они действительно не так быстро пачкаются. Вот с этим шампунем у меня волосы дольше остаются свежие. У него запах, кстати говоря, довольно-таки приятный. Такой травянистый. Но, единственное но, что я хотела сказать, какой-то отрицательный момент. От перхоти он не избавляет совершенно. Он не уничтожает как раз этот грибок, про который мне говорили, не убирает перхоть. Как она была, так она есть. Ее ни больше, ни меньше. Ну, в общем, не помогает. Причем пробовали вот этот шампунь не только я, но и другие члены моей семьи. То результат один и тот же в плане перхоти не справляется. Хотя вот, не знаю, когда я покупала, мне сказали, что он помогает. Ну, не знаю, видимо, это не тот случай со мной. Так, ну вот, собственно, все, чем я хотела поделиться, что рассказать. Буду дальше пробовать средства фирмы Шоколета, потому что очень они мне нравятся. Буду рассказывать, делиться своим мнением, впечатлениями. И, кстати говоря, почему-то не очень много в интернете можно найти каких-то обзоров на эту продукцию. Ну, не знаю, наверное, она еще не очень, может быть, популярна или как-то известна. Поэтому делюсь, рассказываю. Продукция действительно хорошая, стоящая. Ну, во всяком случае, мне она подходит. Ну, и на этом я свое видео заканчиваю. Спасибо всем за внимание. И до новых встреч!